Здравствуйте, здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Ну, назовем это так, неофициальной частью нашей с вами сегодняшней встречи. Ну что ж, давайте с вами знакомиться. Меня зовут Мария Ситль, я руководитель детской академии Останкиной и юношеской академии. Я много лет работаю в информационном вещании телеканала «Россия-1», там же и работаю и преподаю здесь, в юношеском отделении, чуть-чуть в детском и по большей части во взрослой школе. Мои коллеги и бессменные коллеги и друзья, Артем Васт, давайте подарим аплодисменты. Да, телеведущий, актер рекламы, продюсер фото-видео проектов различного масштаба, много проектов на международном телеканале «Вордэшн», ведущий на русском музыкальном телеканале «Ру-ТВ». В общем, много кто чем из нас занимается в своей жизни и не только на одном канале. Ну и Сергей Друзьяк, ваши аплодисменты. Актер театра и кино, телеведущий на канале «Дети». Карусель, правильно, ю-ху! Итак, значит, группы наших юных телеакадемиков, которых мы приглашаем к нам, они формируются по возрасту. С первого по четвертый класс это такая общая творческая мастерская, где мы с ребятами занимаемся всем по чуть-чуть. Журналистика, видеоблогинг, театральное ремесло, рукодельное ремесло, танцы, мультипликация и прочее, прочее. То есть с первого по четвертый класс это то, где мы можем понять, чем ребенку интересно заниматься, к чему и он больше тяготеет и давлеет, что такого уникального есть в нем и, собственно, на что сделать основной акцент. С пятого по восьмой классы наша детская академия имеет уже три профильных направления, но с пятого по восьмой они уже сами себе так тоже могут наметить свои индивидуальные траектории развития. И поэтому там у нас с пятого по восьмой классы телевизионная мастерская для будущих тележурналистов, для телеоператоров, киномастерская, там по большей части о кино и театральная мастерская, это студия для будущих актеров. С девятого по одиннадцатый классы, это уже юношеское отделение нашей высшей школы Останкино, там точно также представлены три мастерских, но с более глубоким погружением. Телевизионная, киномастерская и театральная. Это уже более глубокий предпрофессиональный уровень. С сентября у нас в штатном режиме начинает работать детская академия и юношеское отделение. Сейчас в летние месяцы у нас здесь творческая летняя мастерская, такие каникулярные у нас, факультативные, очень яркие. Прошли два месяца июнь и июль, август у нас тоже продолжает действовать наша летняя мастерская. А вот уже с сентября в штатном режиме детская академия и юношеское отделение. Там занятия будут проходить по выходным дням два раза в неделю. Это сделано для удобства вас, уважаемые родители, для удобства наших юных телеакадемиков, чтобы без отрыва от школьного производства. А в детской, например, мастерской мы наоборот. Мы занимаемся с детьми по будням для того, чтобы субботу и воскресенье оставить для вас, для дачных выездов, для путешествий, для семейных досуговых мероприятий, чтобы вам было удобно. Обращаю ваше внимание, что после обучения в детской академии и юношеском отделении нашей школы, наши ребята получают государственный диплом дополнительного детского образования меди-института Останкина. Ну вот более полную информацию, посмотреть, какие у нас дипломы, какие аттестаты и прочее, можно посмотреть в 11 аудитории на первом этаже. Напоминаю, что там представители учебной части, документация, представители нашей приемной комиссии и прочее. Так, теперь что касается творчества. Значит, у нас здесь все производственные площади, которые фактически напоминают и малые, и большие такие телевизионные мастерские. Это и ньюзрум, это и продакшн, это и там, где творится всякое разное наше волшебство. То есть у нас здесь есть пять учебных телевизионных студий, в том числе оснащенных суфлером, как, например, у меня в большом ньюзруме информационном. У нас есть учебный театр, у нас есть профессиональные студии звукозаписи, студии операторского мастерства, студии многокамерной съемки, там, где дети постарше уже пытаются научиться работать сразу на несколько камер, выполняя задания, так сказать, режиссера в ухо. Два гримерных цеха огромные, огромные аудитории другие. Ну, у нас все почти как на настоящем телевидении, это точно совершенно. Но главная, конечно, наша гордость – это наши преподаватели. Наши преподаватели, которые без отрыва от своего основного профессионального шага, от нашего производства, от бесконечных поездок, командировок, они продолжают работать и преподавать здесь. И это, конечно, очень интересно. У нас 30, порядка 30 преподавателей. Мы сменяем друг друга, потому что, ну, ненормированный график и непонятно, кто сможет, например, работать в октябре. Все знают только планы на сентябрь или уже на декабрь тоже известны. Ну, в общем, сами понимаете, у нас такая ненормированная история. Вот, поэтому наши преподаватели, они действующие телеведущие, актеры, режиссеры, операторы. Например, режиссер-постановщик «Сегодня вечером» Первого канала Алексей Свиридов, Сережа Друзьяк, актеры, Константин Шелягин, Никита Прохожев, Елена Прохорова, Дима Хаустов, который много-много лет и был бессменным ведущим программы. «Спокойной ночи, малыши», конечно. «Спокойной ночи, малыши», «Спокойной ночи, малыши». И, ну, Надежда Супрана. В общем, много кто у нас очень интересный и многодетный, и молодой, и не очень многодетный, но влюбленный в ребенка. Потому что у нас здесь, ну, такой коллектив. Видите, мы других, наверное, как-то не можем привечать. Дети для нас это важно, и сама многодетная мама. И поэтому нам очень важно, и репутационно, важно репутационно в том числе, научить наших детей не бояться смотреть вперед, смело смотреть вперед нашему будущему. Будущее у нас сложное, у наших детей, ну, собственно, это же такова жизнь. Поэтому не бояться высказывать свою точку зрения, слышать другого, уметь формулировать правильно свои мысли, не сбиваться, не теряться в беседе со случайным человеком или с человеком более высокого статуса, не теряться, а знать, о чем говорить, как поддерживать беседу, чем удивлять, чем человека можно расположить к себе для того, чтобы его выслушали. Понимаете, у нас здесь все, в принципе, по большому счету, про науку жизнь, про науку слышать и слушать человека и не быть равнодушным. Поэтому интернет не отменишь, интернет не закроешь, как называется, без него никуда, но нам надо научиться детей сопровождать в этом виртуальном пространстве для того, чтобы они не теряли свое человеческое лицо. И во многом это наша очень важная, самая главная задача. Телевидение, оно будет, оно никуда не денется, оно будет продолжаться, но это как раз разговор про человека и о человеке. И поэтому мы научаем всех наших прекрасных юных телеакадемиков и позрослей, и уже даже взрослых коллег, фокус внимания и ориентир держать на человеке. Кто он, про что он, для чего он, как помочь. Да, и очень важно, чтобы и сестра милосердия жила в сердечке каждого нашего коллеги, и юного, и постарше. Это все про нашу жизнь. Поэтому вот мы здесь про коммуникационное, про умение не бояться, про умение общаться, про умение, так сказать, поддерживать другого в нужную минуту. У нас есть прекрасный, я уже сейчас заканчиваю, коллеги, я немножко переведу дух. У нас есть прекрасная опция, которая называется мастер-классы. Мастер-классы – это то, чем гордится наша школа, и то, что очень любят и те, кто помладше, и те, кто постарше. Но вот об этом и о многом другом чуть поподробнее расскажет Артем Васт. Артем, к слову тебе. Спасибо большое, с удовольствием. Спасибо, уважаемые абитуриенты и их родители. У меня есть даже целый список наших звездных гостей, которые регулярно к нам приходят. И приятно осознавать, что многие приходят и повторно в том числе, и регулярно приходят новые. В общем, в любом случае школа нацелена на то, чтобы вы действительно с удовольствием учились, и не теряли вот этот вот азарт в глазах. То есть понятно, что бывают неудачи, понятно, что бывает у кого-то чуть более легкий путь, у кого-то чуть более тернистый. Но в любом случае по этому пути, я думаю, вы все со мной согласитесь, намного легче идти с необходимым багажом знаний и практических навыков. За эти самые навыки отвечают настоящие профессионалы своего дела, теоретики, действующие практики. И они будут делать действительно все для того, чтобы вы с удовольствием постигали профессию. Ну а теперь хочется вас, конечно же, рассказать подробнее обо всем, но я не могу пропустить список. Список регулярных гостей, постоянных гостей детской академии и юношеского отделения. Если вдруг слышите знакомую фамилию, можно порадоваться, можно поаплодировать. В общем, все на ваше усмотрение. Итак, Ирена Понарошку, Александр Пушной, Дмитрий Губерниев, Регина Тодоренко, Антон Макарский, Эдгар и Аскольд Запашный, а также их Тигр Рики, Константин Шилягин, Сергей Друзьяк, Мигель, Ваня Дмитриенко, Валентина Рубцова, Мия Бойко, Дава, Роман Каграманов, Карина Кросс, Катя Адушкина, Тая Скомарохова, Карина Каграманян, Никита Мусатов и многие-многие-многие другие. Многие из родителей, они такие, ну, какие-то вроде бы есть фамилии, знакомые дети. Точно, уверен, знают большинство. В любом случае, случайных гостей здесь точно нет. Кто-то приходит со своим мастер-классом и делится практическими навыками. Кто-то приходит в формате паблик-тока. Это тоже достаточно интересно, и у детей есть уникальная возможность пообщаться со звездами, пообщаться с артистами, в том числе позадавать свои вопросы. А как это делать, как раз-таки будут учить в школе. Притом и как правильно формулировать вопросы, когда, как их нужно задавать, уместность тоже очень важна. Монтаж видео, вы тоже можете это освоить. Об этом подробнее еще поговорим. Ну, а пока все-таки про обучение. Вот, на мой взгляд, это невероятный и интересный шаг. Почему? Потому что нередко выезжаю с, и выезжал, и выезжаю с детьми на мероприятия, и многие сейчас задаются вопросом, вот по глазам вижу, а что за мероприятие? Давайте расскажу. Это звездные мероприятия, в том числе и кинопремьеры, и многие другие. И на этих мероприятиях ребенок не просто приезжает с микрофоном сфотографироваться и постоять с артистами, «Я вот вроде умею». Не-не, это прям полноценный диалог со звездами на ковровой дорожке. Это в том числе запись подводок. Что такое подводки? Ну, это когда репортер стоит, с каких-то же слов он начинает свой репортаж, это еще стендап называют. Вот все это осваивают дети. Где-то они переживают, чуть больше, где-то чуть меньше, но в любом случае и такую практику тоже дает школа. И это на самом деле очень приятно, и мне нравится, что практика действительно абсолютно разнообразная, разносторонняя. У вас будет возможность, дорогие дети, попробовать себя. Нам главное, чтобы у вас был вот этот вот самый азарт в глазках. Потому что внутри старейшей школы кино и телевидения «Останкино» в этих стенах встречаются два стремления. Первое из них ваше – достигать, самосовершенствоваться в выбранной профессии. И второе – стремление со стороны мастеров – это сделать буквально все возможное для того, чтобы у вас получилось реализоваться, для того, чтобы вы получали удовольствие от профессии. Потому что без этого вообще невозможно долгосрочное отношение, так сказать, рабочие. В любом случае, хочется, знаете, чтобы вы не забывали одно из таких вот главных правил, ну, на мой взгляд, которое сформулировал актер. Наверняка вам известный, ну, давайте ими позже. Хочется, чтобы ваша улыбка меняла мир, а не мир влиял на вашу улыбку. Вот сохраните эту мысль, в том числе, когда будете выходить в кадр. Мне было бы приятно, если, ну, вот, это получится. И, спасибо, аплодисменты. Давайте сейчас, чтобы не злоупотреблять зрительским вниманием, мы сейчас сделаем небольшую музыкальную паузу, вернемся к мероприятиям, которые здесь в наших стенах проходят. Проходят они очень ярко, очень интересно, с участием в том числе ваших любимых героев и там, я не знаю, ваших, ваших, лидеров вашего юношеского и детского общественного мнения. И вот, например, нашим ценным гостем в нашей детской академии является Хабиб. Знаете, дети? Хабиб, да. Давайте посмотрим, просто посмотрим несколько минут, отвлечемся, и вы увидите своими глазами, как проходило, как проходило, это было, наверное, начало учебного года, начало прошлого учебного года с участием наших ребят и нашего дорогого гостя. Итак, внимание на экран. Поздравляю вас с началом учебного года. С нетерпением жду, когда мы все с вами познакомимся. Лично я жду от вас море креатива и огромной безграничной свободы. До встречи на занятиях. Поздравляю вас с началом учебного года. Поздравляю вас с началом учебного года. Я вам хочу пожелать продуктивного и успешного учебного года. Спасибо, Раджи. Хорошо? Всем девчонкам посвящайте! Я хочу молить, Крути головой, Занятая штор. Такая ты грусти, Колодная коди. Я хочу молить, Спасибо, Раджи. Спасибо, Раджи. Учебный год Объявляется Открытым! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот так ярко и весело у нас проходит много мероприятий. Мы стараемся делать их достаточное количество для того, чтобы в обязательном порядке пригласить вас, уважаемые родители. Каждому ребенку очень важно, чтобы именно мама и папа своими глазами увидели, чего он достиг, что он умеет, как он проявляет себя. Поэтому у нас проходит и мистер и миссис Останкин, и Масленица, Парад талантов, Минута славы, Новый год, в общем, литературная гостиная. Много-много-много. Нам главное дайте повод, да, мы все уж это точно организуем. Мы гордимся результатами, которые показывают наши ребята в ИДИ или во время обучения здесь, в нашей школе. Поэтому мы стараемся отслеживать их дальнейший путь. Те, кому мы нужны, они приходят и, в общем-то, и сами не уходят от нас и из наших стен. Ну вот, например, совсем недавно на конкурсе Киномарк от Кинотаврика наши юные академики стали победителями в нескольких номинациях. Это и номинация «Вокал», это номинация «Специальный диплом за индивидуальность» Лизы Смирнова. Призером конкурса стал Антон Свериденко в номинации «Сценическое искусство» и прочее, прочее. Да, и за искренность прочтения художественного произведения специальный приз получила наша Варя Яценко. Также те ребята, которые учились в наших стенах, они, многие из них продолжают заниматься актерским мастерством. Вот, например, Матвей Сафронов, который у нас учился, он снялся в фильме Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Это тот самый фильм, который получил номинацию на премию «Оскар». Еще один наш телеакадемик Слава Гуськов, он снимался в знаменитом фильме «Огонь» вместе с Константином Хабинским. Популярная блогерша Катя Адушкина. Знаете такую? Дети, вот. Она училась у нас, она пришла, у нее было порядка 150 или там 250 подписчиков, как только она пришла учиться. Ну, теперь у нее, мне кажется, 6,5 или 7 миллионов, и она... Они только растут, и надо сказать, что необходимыми навыками она тоже приобрела. То есть, ну, так уж получилось, что несколько раз мы с ней на РУ-ТВ ввели прямой эфир, и надо сказать, что не все артисты с этим достаточно легко, комфортно справляются. Катя Адушкина показывала себя очень хорошо. Да, 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 она молодец, она такая яркая звездочка, мы гордимся, что она начинала именно в стенах нашей школы. Прекрасно. Ну, в общем, много, много кто чем занимается, много кому мы можем, так сказать, дать стартовую площадку и помочь найти себя и вот сделать первые шаги. Ну что ж, я передам слово еще Сергею Друзьяку. Пожалуйста, прошу любить и жаловать наш бессменный преподаватель детской академии. Сережа, рассказывай. Когда подходили, увидели там за дверью, вот за той, стоит молочная детская бутылочка. И мы подумали, уже настолько юные академики появляются в школе Останкина. А так и в июне выпустилась у меня взрослая группа, и я по ним очень скучаю. И действительно, мы с ними на связи, и кто-то выкладывает, кто-то на съемках, кто-то там участвует уже в каких-то проектах. И я, конечно, этому радуюсь и скучаю. И в связи с этим у меня сейчас мелькнула такая мысль. Может быть, вы детей отдадите, например, в одиннадцатый кабинет на занятия, а сами запишетесь во взрослую группу, если есть время дополнительное. Мне кажется, было бы здорово всей семьей обучаться. И вечером будет что обсудить. А вы что делали на занятиях? А ты что делал на занятиях? А мы вот перед камерой работали. А мы выезжали там, а мы тоже поедем. Ну, то есть, мне кажется, это было бы прекрасно. Отличная идея. Идея ВО. А так, конечно, изюминка, наверное, обучения – это создание спектаклей, в которых дети учатся и это делают, взаимодействуют друг с другом, как единый механизм, как единый какой-то живой организм. И даже мне кажется, что в каком-то смысле, если спектакль со взрослыми, это нужно как часовых дел мастер. Он вот эти все пружинки, шестереночки расставляет, расставляет, бум, рассыпалось опять. А детские спектакли, так это, наверное, когда вот эти все детальки, они еще бегают, убегают, пытаются что-то куда-то отвлечься от их. Но зато, когда получается, то, мне кажется, вот если взять такую аналогию с часами, то, наверное, спектакли детские, потом эти все детальки, они начинают еще и петь, пританцовывать, не просто выполнять функцию, что вот тик-так, тик-так, а они еще вот как-то оживают, что ли, мне кажется, это очень здорово. А что касается мастер-классов, то для меня это тоже отдельная радость, потому что приходишь, вот здесь они обычно проходят, вот так собираются все ученики из разных групп, разных возрастов, и задают вопросы, и тогда ты точно знаешь, что ты делаешь что-то полезное, потому что тебе задают именно те вопросы, которые людей интересуют. Вот как ты там что-то научился, как ты вот это вот работал над этой ролью, как ты пришел к этому. Вот, поэтому мастер-классы люблю. Да, я бы тоже с удовольствием, если бы у меня было побольше свободного времени, кому-то из наших мастеров пришла бы послушать, ну, так факультативно, про то или иное углубленное направление. Почему бы и нет? У нас хорошие очень ребята, очень интересные, очень такие яркие, даровитые, с энциклопедическим кругозором, с глубоким очень погружением в профессию, и это бесценно. Так, ну что ж, давайте сделаем еще одну маленькую паузу. Для чего? Для того, чтобы, опять-таки же, своими собственными глазами, это дайджест, это калейдоскоп сейчас, это будет нарезка из тех мероприятий, из того огромного количества съемочного материала, который мы привозим с детьми с различных поездок, а мы же не здесь только в этих стенах прозябаем, а мы очень много выезжаем. Поэтому кинопремьеры, музеи, какие-то площадки под открытым небом, все то, к чему приковано внимание взрослых, так сказать, телеобъективов, федеральных, региональных, разноплановых, туда едем и мы. Итак, внимание на экран. Как настоящий журналист прошла аккредитацию и теперь могу официально работать на красной дорожке. Тут столько много прессы. Москва 24, Россия 1, Первый канал. На самом деле очень волнуюсь и прямо сейчас сюда уже начнут подходить звезды. У меня для вас важная информация. Мы на премьере самого яркого мультфильма «Лето». Большое путешествие, специальная доставка. Можно пойти всей семьей. Мы на премьере. Нового анимационного фильма «Вперед». Мне кажется, что мифические существа на самом деле не мифические. Орал, рычал, крыхтел. Зловеща. Это смешная история? По-моему, очень. Если вы спросите меня, какое самое популярное музыкальное шоу страны, я вам с радостью отвечу, что это «Голос». Сегодня первый съемочный день нового сезона «Голос. Дети». Я озвучила уже более, не знаю, по-моему, 20 мультфильмов, поэтому я попала по блату. Благодаря сходству с Лидией Вертинской меня взяли в это кино. Самое сложное в озвучке фильма было озвучивать, как ты падаешься, потыкаешься и целуешься. Классно. Она прикольно яркая девчонка. Что, ты умеешь мурлыкать? Ну и мяукать. Я однажды озвучивал мультик, на самом деле, это особо нужен талант к этому. Это оказалось не так просто, как казалось. Теперь друг крокодила Гены в полнометражном кино. Раза три я не просто всплакну, у меня слезы лились крокодилей. В отличном мультфильме всегда должно быть немножко смешно и какой-нибудь поучительный вывод. Добро побеждает зло, конечно же. Всем привет! Сегодня мы работаем в Вегас Сити Холли. Если ты еще не знаешь, что такое космический джем, надо это исправлять. А возможно ли это, мы узнаем из новой российской сказки «Братцы-кролики. Пасхальный переполох». Не терпится посмотреть, но вначале поработаем на премьере. Гордое звание супергероев. Дошло и до котов. Теперь пушистые стоят на защите. Я, наверное, кот мартовский. Нет, я апрельский. Попахивает загадкой. Полтора часа дети не будут кричать на заднем сидении автомобиля. А это ведь уже большой успех и большая удача. Любишь мультики? Обожаю! Возможно, я буду плакать. Я вообще такой чувствительный парнишка. Ой-ой-ой. Желаю вам приятного просмотра. Смотрите детскую Академию Останкина всегда. Со стороны может показаться. Ну, ты же так просто взял микрофон, что-то наговорил, улыбнулся, пошел дальше, задал вопрос, получил ответ. Нет, но на самом деле, знаете, как теряются взрослые, теряются, когда нужно что-то сказать. Вроде бы ты понимаешь и знаешь, а не помнишь, слова рассыпаются. У меня такое часто, кстати, бывает. У меня это тоже бывает в профессии. Надо быть собранным, надо уметь концентрироваться, надо понимать, какой круг и спектр вопросов, и тем можно обсудить с тем или иным человеком. Нужно уметь. Из этого и складывается умение держать себя перед публикой, стрессоустойчивость, умение поддержать любой разговор, умение быть человеком, интересующимся. Понимаете, вот поэтому здесь бесследно в любом случае не проходят наши занятия, потому что дети приобретают эти навыки, которым пригодятся и в школе, и в выборе дальнейшей профессии, и в нахождении себя самого лично в этом большом, огромном, сложном, но таком прекрасном мире. Поэтому мы начинаем заканчивать нашу официальную часть. Соцсети, наши соцсети, соцстранички наши. У вас есть у каждого буклетики в руках, да? Поэтому вы всегда можете посмотреть, что мы делаем в стенах нашей школы, какие у нас проходят профпрактикумы, кто приезжает, кто уезжает, куда мы едем. И, собственно, весь видеоконтент мы стараемся выкладывать там для вашего внимания, чтобы вы тоже следили за тем, чем мы здесь занимаемся. Итак, сейчас, значит, дорогие друзья, мы детей приглашаем в строковую аудиторию. Это четвертый этаж, этажом, двумя этажами, этажом выше, одним этажом выше, вот то направление. А взрослые, для вас работает одиннадцатая аудитория, расписание, задания, программы, все можно посмотреть. Не прощаемся. Спасибо, что пришли. Зажигай, чтобы горела ясно, зажигай, чтобы не погасла. Зажигай, звезды в небе синем, зажигай, сделано в России. Зажигай, сделано в России. Зажигай, сделано в России. Зажигай, столь文я Puesка. Зажигай, сделано в России. Зажигай, doing fashioned в России. Зажигай, столье-заж Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok